Начальник областной полиции Георгий Лорд Кипонидзе представил одесситам новых начальников городских райотделов и сообщил о привлечении в Одессу дополнительных сил для патрулирования. Но брифинг начал не с этого. Генерал рассказал некоторые подробности дела о шокирующем убийстве на пляже у села Молодежное. Не вдаваясь в подробности, Георгий Лорд Кипонидзе описал произошедшее на пляже под Черноморском. Напомним, 4 июля жители села Молодежное наткнулись на страшную находку, обезображенное тело молодой женщины, закопанное в песке местного пляжа. На море отдохнули женщины со своими знакомыми, двумя мужчинами. После них возникла ссора, и после этого утопили эти мужчины, эти женщины. После этого изнасиливали и закопали песок. На следующий день они выкопали, порезали на живот и достали все внутренности, чтобы невозможно было идентифицировать тело. Оба подозреваемых задержаны. Ими оказались двое ранее судимых жителя Черноморска. Ведется следствие. Из хорошего – новые назначения. Георгий Лорд Кипонидзе представил четверых начальников городских райотделов полиции. Киевский отдел возглавила лейтенант Ирина Голодниченко, Приморский Сергей Игнатьев, Малиновский Евгений Василашко и Евгений Дмитренко возглавил Суворовский райотдел. Новые руководители сделали первые рапорты. Ну и была проведена анализ оперативной обстановки. Был проведен, скажем так, знакомство с территорией Приморского района. В связи с тем, что на территории Приморского района находится очень много отдыхающих, очень много иностранцев. Было принято решение о создании временных оперативных групп, которые могли правильно и быстро реагировать на преступления, совершенные на зонах отдыха Аркадия и Лонжеро. Учитывая, что как Сергей Игнатьев, большинство начальников переведены из других городов, анализ обстановки и знакомство с районами занимают у них львиную долю времени. На время этого сообщил начальник главка, город будет усилен дополнительными силами полиции. В нашей области, в Одессе, прибили дополнительные силы, которые будут патрулировать в городе. Количество 120 человек и дополнительно 35 патрульные машины. И я хочу призвать гражданам, чтобы, когда будет проверка транспорта или документов, мыслить о непонимании. Георгий Лорд-Кипанидзе подчеркнул, что общественный порядок в области находится под контролем. Генерал полиции не стал комментировать слухи о якобы готовящемся смещении его с должности.